Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии, посвященном презентации книги Николая Дмитриевича Украинца «Чашу жизни и спить до дна». Николай Дмитриевич Украинец, председатель Белорусского общества Батьковщина. Он родился в победном 1945 году в Брестской области. Более 30 лет Николай Дмитриевич прослужил в вооруженных силах СССР и Российской Федерации. Он награжден медалью Орденом Дружбы Народа, медалью за воинскую доблесть и другими многочисленными государственными наградами. Член Союза писателей России, почетный гражданин Киясовского района, заслуженный строитель Удмуртской республики, почетный строитель России, лауреат государственной премии. Вот эта книга, она, мне кажется, как-то выходит, занимает особое место, наверное, во всем вашем творчестве, потому что тема очень необычная, тема сегодня очень важная, особенно для молодежи вот здесь уже. Тема очень важная. Я была в этом ужасном месте, где вы были, но я там была как турист, конечно же. И то это тяготит очень тяжелое ощущение после этого. И я думаю, что вот молодежи особенно нужно это все знать. У меня свои отношения с Сауспилсом, я, к сожалению, не был там, на этом мемориале, но с детства, я достаточно уже в возрасте определенном, у меня в детстве было два набора от Сырыса Хатынь и Сауспилс. И действительно, производит впечатление два этих мемориала, мощных, сильных мемориала. Сегодня освежил, еще в памяти в интернете посмотрел. Тоннели, вот эти, скульптурная группа, это уже сильное место, трагичное, драматичное место. Перед воротами написано, за этими воротами стонет земля. Написано по-латышски, но в переводе на русский язык. Почему книга актуальна на сегодняшний день? К сожалению, в большей части это, наверное, молодого поколения касается. Мы стали забывать вот этот стон, забывать те ужасы, которые там творились. Это буквально мурдалатский лагерь был, когда из детей выкачивали кровь, когда закачивали мышь, я, эти методы лечения кори, которые там были, ну, лечение в кавычках, конечно, детей в воду опускали, приводил, неизбежно приводил к смерти. Вот этот стон сегодня молодежи в определенной степени неизвестен. Поэтому парадокс в Украине и в России появляются и не дураки, и не подонки, которые эту идеологию разделяют. Идеология, которая привела к таким чудовищным последствиям. Я много разных гадостей в жизни видел. Как-то пережил их все. Но когда я читал, Николай Дмитриевич, эту книгу и дошел, дал головы в неволе, я скажу вот правильно, у меня слезы наворачивались. Я рассказал своей Тамаре Яковлевне жене. Она тоже в детском доме росла все 13 лет. Но даже она не могла себе представить то, что описали, то, что вы пережили, Нина Антоновна. Это уникальная книга. Эта книга, на мой взгляд, сегодня в обстановке, когда в Европе, а мы же видим, возрождается фашизм. Эта книга выстрел. Выстрел, она продолжает сражаться. И огромное спасибо и тебе, и вам, Нина Антоновна, за то, что вы создали эту книгу. Благодаря тому, что автор, наряду с эпохальными событиями, рассказывает нам о малозначительных, на первый взгляд, но колоритных деталях. Описание событий прошедших лет становится неизмеримо сильнее и достовернее. Начинаешь так искренне сопереживать героям этой книги, что я могу сказать, что все, кто работал у нас над изданием этой книги, все, кто читали эпизоды, посвященные пребыванию малолетних кузников в лагере Сауспилса, они просто не могли сдержать слез. В последнее время мы все чаще сталкиваемся с тем, что сограждане начинают забывать, что такое Великая Отечественная война, и каких жертв она стоила. И от чего она спасла нас, живущих сейчас. И хотелось бы поблагодарить Николая Дмитриевича и Нину Антонову за то, что они вложили свой труд в эту книгу, и за то, что они не дают нам забыть об этом. И хотелось бы пожелать в первую очередь здоровья, а все остальное... Мне по роду своей деятельности приходится очень часто встречаться с молодыми людьми в возрасте от 12 до 16 лет. Я заметил такую особенность, она, наверное, присуща нашему молодому поколению, которое приходит нам на смену, что когда им рассказывают о тех далеких страшных временах, скажем, при большой аудитории, они обычно не слушают, заняты своими делами, своими телефонами, смартфонами и так далее. А вот когда этот круг слушателям сужен, скажем, для такого отношения состояния, то они, видно, что задумываются. Когда им задаешь вопрос, а знаете ли вы, кто был ваш дед, кто ваша была бабушка, кем они были, что они сделали для того, чтобы наша родина была такой, как она сейчас едет. Многие, естественно, впадают в небытье, как говорится, но когда встречаешься с ребятами второй раз, третий, даже подходят тебе и говорят, а вот вы в прошлый раз спрашивали, кто был мой дед, а мой дед, так кажется, вот там-то, там-то был. Потому что в кругу семьи редко заходит сейчас разговор об этом. Потому что так повелось, что мой дед был из многодетной семьи, у него самого было шесть детей, все они родились в те далекие времена, когда было предвоенное и послевоенное время. И сидя в кругу своей семьи, у нас почему-то, ну, не то что почему-то, это просто считается за нормой, вспомнить о том, кем были наши дорогие и уважаемые предки. И всегда в эти минуты, вот у меня у самого трое детей, да, все они мало-мало-меньше, но тем не менее, события на Украине заставляют моего, значит, 12-летнего Ивана спрашивать меня, кто такие фашисты. Он не молчит, он спрашивает. Я, естественно, должен ему объяснить, что это такое, с чем его едят, и надо ли его есть вообще, этот фашизм. Поэтому, значит, Дмитрий Антонов, на силу обстоятельств я еще не знакомлюсь с фашистами, но, вот, я обязательно знакомлюсь, да, и, так сказать, она станет обязательно одним из, можно сказать, вот, ляжет в основу очередной беседы с молодым поколением. Конечно, мы видели, много встречались с и с узниками фашизма, значит, и с теми, кто побывал в плену, и с, кто уже был в годах, и кто был в детстве, понимаете, и вот эта книга, вновь, понимаете, всколыхнула память об этих людях, которые перенесли зверства, фашизма, издевательства, унижения, эксперименты разные и так далее. Вот. И опять это все, значит, в своем углу памяти, оно бывает на время как-то проходит, а посмотришь какой-то фильм или почитаешь, с кем-то поговоришь, и, ну, памяти, значит, все это озаряется в памяти, всплывает. Я Дина Атон передала ему на своих скитаниях в фашистских застенках, а изверх, парага фашистов и так далее. Вот дружбе народу нашей страны, которые помогали выжить друг другу в ненаверных трудных условиях, когда казалось, смерть стояла у порога, и не было никакой надежды на спасение, а люди верили в чудо, и оно свершалось. Ну, значит, я желаю, чтобы все прочитали эту книгу. Как она освободилась, как встретилась с семьей, как они жили потом в Прибалтике, как она оказалась в Сарапуле, приехала к двоюродному брату и так далее, потом всю семью свою, всех родственников перетащил в Сарапу, понимаете, как работали на заводе, в которой военное значение имел, укрепляя оборону, может, нашей страны. И нельзя перед этой женщиной не преклониться. Спасибо вам большое за вашу биографию. Дай вам Бог здоровья. Вам, вашей семье, детям, внутренним. Все, что я помнила, вспомнила, я вспоминала долго. В общем, меня на эти воспоминания натолкнул корреспондент газеты «Наша жизнь» завода ЭГЗ, где я работала. Обычно перед 9 маем приходят, 9 мая вспоминают участников войны, несовершеннолетних узников, всех вспоминают. А когда уже 9 мая кончится, там уже, как Бог на душу положит, вспомнят или не вспомнят. Ну, это так и есть, это такая жизнь. Я ничуть не вру, я знаю это. Вот. И однажды, года 3, наверное, тому назад, когда пришел Юрий Павлович, корреспондент нашей газеты, ну, мы с ним так это поговорили, поговорили, я что могла, рассказала. Тем более, у меня была книга «Саласпильс. Лагерь смерти». Мне подарил председатель Совета ветеранов города Сарапала. Вот. Я ему показала эту книгу. Ну, а потом он приходит на второй день и говорит, знаешь что, я не могу вместить на то, в газету, на такой вот маленький клочочек все, сколько мне выделили места. Я выпросил страницу, но этого мало. Я, говорит, вам советую, я вас прошу, повспоминайте больше. И чтобы это было не только вот в одной газете, а чтобы это дошло и до людей. Вот. Ну, я тогда как-то, ну, это обратила так, это постольку-поскольку внимания. А потом, перед 9 маем, наш Совет ветеранов нашего завода стали приглашать меня в школу. И вот, знаете, побывав в школах, побывав в Совете ветеранов, тут уже я ночами не спала. Я все вспоминала, я все думала. И, в общем, когда уже практически созрела я к этому, для этого почти что год потребовался, я обратилась к кому? К Николаю Дмитриевичу. Мне дочь посоветовала. Она вот там сидит, где-то улыбается. Потому что я не знала, к кому обратиться. И вот с Николаем Дмитриевичем-то у нас как раз это все и получилась, эта книга. И я знаю, кто читал, все очень хорошего мнения об этой книге. Самое основное, и когда беседовала с Николаем Дмитриевичем, я всегда думала о чем? Чтобы дети, мои внуки, внуки, правда у меня внучки, уже есть и взрослые, и маленькие, Ну, и правнуки, и вообще все дети знали, насколько было трудно детям войны, оставшись без родителей, абсолютно одним, и в фашистских, как говорится, за стенках, фашистских этих вот, если сказать, лапах, что ли, даже слово-то такое, сразу не могу найти. Это ужасно, очень ужасно. Я недавно подумала, думаю, а вообще-то солдатам же тоже было очень трудно. А потом мне мысль такая осенила, а солдатам ведь было легче, чем нам. В самом деле было легче. Вот я так думаю, может быть я и ошибаюсь, поправьте меня. Но солдат пусть, он в арендаже был в какой-то там яме, в окопах, но он был с оружием, он бежал, он убивал врага, он видел, что это враг, он стрелял. Там даже с бутылкой, в этой смеси горючей, он защищал себя, защищал нас. А нас, мы-то не могли, ни себя защитить, ни нас кто-то мог защитить, абсолютно никто. И это очень страшно. Вот здесь у нас написано, что когда я осталась одна в автобусе, одна денеженка, никого родных, ни единого человека, такая же детвора сидит впереди, сзади, и фашисты. И все. И на чужой земле, чужой язык, чужие люди, и больше никого. Это ужасно. Хочется, чтобы дети наши, внуки, правнуки, знали истинную правду. Вот здесь не написано ни одного слова фальшивого. Я могу подписаться под каждым словом. Потому что здесь все, я говорю, что я больше года продумывала каждый факт, абсолютно вспоминала. Иногда ночью проснусь, и никакого сна нету. А вот это вот было так, а вот это это. И спасибо Николаю Дмитриевичу, что он мне тоже помогал. И где-то заставлял, а еще вот это надо, а вот то вот надо, вот так, и так, и так, и так. И если бы не было, конечно, этой книги, честно говоря, не было бы. Это, пусть бы там я хоть бы и несколько лет ночью вспоминала, этой книги не было, если бы не было. Поэтому я ему очень благодарна, и за все благодарна. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТОР Честно говоря, не на то, мы уже с вами подходили к этому материалу. Потом ряд других событий, и как-то мы снова отходили об этом. Но когда я побывал в Латвии, в 12-м году, куда не зайдешь, вот там, где раньше в советское время построено Бобслей, там у нас практиковался или Гурть воспитывался Бобслейстый Советского Союза, там трассы, там это все. Эта земля где-то 600 лет там. И вот когда идешь, когда смотришь в музее, там где написано, что это немцы были уважительного про немцев. Про шведов уважительно, что они там шведов принадлежали, там немцы принадлежали. Как только коснулось, когда дошло до Ивана Грозного, там и там для других, всеми, какие могут быть черные краски против русских, против России, против все. В центре, где был музей латышских стрелков, там памятник сохранился, музей, они его выкрасили в черную краску, и куда туда заходишь, все такое угнетающее. И, конечно, все антироссийское, антирусское, антиэто. Поэтому, когда, уже побывая там, вот это все увидел, и когда мы снова соприкоснулись с ним, конечно, у меня был еще такой патриотический дух оставить след того, что мы можем и сказать то, что мы можем о том, потому что Латвия на сегодняшний день, ее президент полностью отрицает, что на территории были концентрированные лагеря, а на территории Латвии было 23 концлагеря. Они все отрицают. Были другие лагеря, но они об этом молчат. Поэтому, конечно, по силе нашей возможности выкатывалось. Поэтому я еще раз вот за качество выступления Нина Антоновна. Большое вам спасибо. Прежде всего, вы, ваша уникальная биография, уникальная судьба подвигла, и я очень рад, что у нас с вами получилось, и мы создали это маленькое произведение. Нина Антоновна, большое вам спасибо. Большое спасибо всей вашей семье уникальной. А что, дядюшка Борис Осипович, да? Вот, очень, знаете, судьба тоже уникальная. Ранен. Что такое водителем на полуторках, хоть и в фанерных кабинах проехать всю войну? Вот у меня у жены отец, он тоже всю войну проколесил на этой машине, вот я его помню, боеприпасы возил, промерзают, надо, и потом, когда полтяжело ранен, он лечился в городе Ижевске, одолечился в городе Сарапуле, и вот я на умову, на встрече главе города говорю, Андрей Федорович, Сарапула по пять тысяч человек красноармейцев лечил. Он говорит, да, да, до пяти тысяч красноармейцев лечилось тоже в Сарапуле, и вот он когда отдалечивался, когда прозвучало слава и слово победа, он слышал, что все сожжено, но когда еще получил подтверждение, что его родная деревня, Муктявица, Освейского тогда района, сейчас Верхнедвинский район, Освей, это тоже уникальный городок на территории Белоруссии, центр льняноводства на сегодняшний день. Вот когда он получился на ее деревне сожжена, что жена Лукерия с четырьмя детьми, четырьмя дочерьми сожжены, мы естественно сгоняли в клубы, сгоняли в избочитальню, сгоняли куда, что, сжигали, и когда он получил, конечно не знал куда поехать. Солдат контуженный, солдат раненый, и конечно он остался на доброй, я еще раз хочу подчеркнуть, на доброй, гостеприимной удмуртской земле. Добрый народ, неприхотливые люди, извините за такое слово, друженики, и он остается работать в Сарапуле, женится, но тоска по родине в 1953 году возвращается, ищет кто остался живых из родственников, и находит вот они уже на территорию Литвы, и находит там, и конечно просит старшую, будем говорить, дочь у вашей матушки, старшую племянницу, чтобы она приехала, поскольку они дружили с его старшей дочерью приехала, и вот она первая была ласточка, поздно стали другие приезжать, и вот так семья Мацулевичей оказалась на территории Муртии. Потом конечно по семье прошли годы, 30-е годы, там дядя тоже работал, один работал на станции под Нижним Новгородом, другой Кочегаров на заводе компрессора в Москве. В 38-м году были облечены в шпионаже, были доставлены в Подмосковье и в Бутово оба расстреляны. В марте ровно месяц, один в феврале, через месяц расстрелян другой. Многое семья было тоже в Алтае, в Сибири, бросало на редьмой, эту сторону не стали слишком выпячивать. Вот это все. Но все так вот прошло по этой семье. И еще раз уникально, я еще раз хочу подчеркнуть, у нас психология у мужчин несколько другая, мы даже не выживаем. У нас взрыв эмоций, взрыв порыва, и или нас пристреливают, или мы сами себя надламываем. У женщины характер несколько другой, несколько терпеливее, и они находят способность выжить. И вот я не знаю, насколько удалось показать это все, но тоже пытался показать, что женщина, мать, как она собирает под свое крыло всех детей, и в 49-м году Аксандрина Фомлана собрала всех своих детей под свое материнское крыло. Хотя они были две старшие дочери в Германии работали. Маленькие братья-близнецы Бронислав и Виктор находились на территории Латвии и Эстонии в лагере. И она всех собрала. Материнское чувство, материнская любовь, начинала возможность, все собрала. Она жила для них, для детей. Она творила для детей, обогревала своим сердцем, своей теплотой. Хотя все было разрушено землянка, но радовались даже землянке, что они все вместе. Потом маленький мы подразковаем здесь, что смотрите, мои дорогие друзья, особенно сегодня, когда у нас более агрессивность людей друг к другу. Уже в ноябре, ну, октябрь, ноябрь, Удмуртия отправляет в Беларусь 61 вагон. Собрали, собрали Сарапу, кожевенный завод, кожевенные продукции, собрали электро, разные там компрессоры другие, мажга, стекло, крестьяне плуги, бороны, утвар, крестьянскую и 61 вагон за восстание Советской Белоруссии были отправлены в Белоруссию для восстановления территории белорусской и поднятия жизни на уровне белорусского народа. И, вы знаете, надо было более выпукло показать, какой был дух. Сегодня нас, русских, или, допустим, России обвиняют оккупанты и кричат на каждом углу. Пытаются, в той же Латвии, я там с ними был, я не буду поднимать тему сегодня украинского народа, трагедия, которая проходит по этой земле. Но ведь посмотрите тогда, какая волна была массовой любви к Советскому Союзу, Красной Армии. Это была эволюция сознания многих. И все эти лесные братья, которые были еще на Латвии, на Литве, они ведь быстро вынуждены были уйти, потому что народ не поддерживал. Как я знаю, вот самые сложные 47-49 годы, до того, как убили Бандеру, Степана Бандеру, а, кстати, Гитлер ему дал кличка Соловей, у меня была кличка гитлерская. Ведь невозможно нам было, для западной Беларуси невозможно было жить. Учительницы ее обязательно ночную убьют, председатели колхоза тут назначили только, утром его уже нет, собрали корову 20-30 создать общественное, это все сожгли. В общем, были крайне тяжелые годы после войны. Хотя, и вот про Туманов, когда я писал, тоже говорит, мать его рассказывала, говорит, вы знаете, легче было, я говорю, дояркой было, легче было во время войны пережить, чем, говорит, после войны. Я дояркой не стала, и говорит, все, выжили. Мало того, американцы требовали полингвизу вернуть, полингвизу, за технику вернуть золотом или что. Сталин не давал. Они тогда приезжали, обмеривали поля, в частности по Саратовской области, прикидывали средний урожай, пускали трактор и все это спахивали. Вот это гуманность американцев. Я, кстати, в одной поездке одному из западных украинцев, которые проживают в Америке, ему об этом и сказал, слушайте, гуманность она ведь такова. В этом, друзья мои, много можно говорить. покуда она бьется в наше сердце, я призываю вас, всех сидящих здесь неравнодушных, давайте будем стараться рассказывать, давайте будем стараться говорить, и я тем более, я еще раз подчеркиваю, на земле украины горит, нам нужно наоборот сплочаться, чтобы братская или своя братская единая семья наших славянских народов как-то пережила эти тяжелые времена.